Дрифт Итак, Мэтт Филд против Майкла Эсси, чемпиона Формулы Дрифт 2013. Мэтт Филд у первого поворота, Эсса за ним. Филд, оставляющий Эссу позади на протяжении всей гонки в одной шестнадцатой финала, уступает ему лидирующее положение. Эсса лидирует. Филд догоняет, не уступая Эсси, вплоть до внутренней шпильки. Борьба складывается в пользу Филда. Майкл Эсса не дрогнул и обошел парня из Калифорнии. Мэтт Филд доминировал в топе 32 и вышел в одну шестнадцатую финала. Лучше? Все было идеально. Намного! Обычно я жму на тормоз, подъезжая ко второй внутренней шпильке. Я был за ним, он ехал медленно. Я поставил ногу на тормоз и сказал, что ж, надо тормозить. Я притормозил, нажал на газ и машина полетела. Снова тормознул, развернулся за ним и все равно смог рвануть. Теперь машина слушается? Да, да. Дамы и господа, одна шестнадцатая финала. Вначале было сорок гонщиков, потом тридцать два, теперь шестнадцать. Кто выйдет в одну восьмую финала и станет потенциальным победителем? Начинается одна шестнадцатая финала. Первый Мэтт Филд против Дина Мясника Карни. Филд приближается к первому повороту. Карни съезжает с трассы у первой шпильки. У него сломалась подвеска. Да, Карни выбыл из гонок. Его машина повреждена, и он выбывает из игры. Значит, Филд попадает в восьмерку лучших и сразится с Джеффом Стоунбеком здесь, на соревнованиях в Майами. Снова возникла проблема с клиновым ремнем. Похоже, мы от нее не избавились. Вряд ли мы достанем продувочный насос. Все нормально? Нет. Нет. Азбе, сейчас назовут его имя. Челси не выбыл. Если он вылетит, я начну волноваться. Помнишь о тормозе? Да, да. Все в порядке? Все довольны? Хорошо, ослабим ремень, и все будет нормально. Еще две пары, а потом вы. На Джеффа Стоунбека стоит посмотреть. Он новичок в этом сезоне. Вышел в одну восьмую финала на своем Э-14, почти таком же, как у Мэтта Филда. На эту схватку надо посмотреть. Филд ведет, Стоунбек догоняет. У Филда больше скорость и угол, а Стоунбек пытается держаться к нему поближе. Получается неплохо. Теперь порядок изменился. Филд снижает скорость около первой шпильки, но лидирующий Стоунбек совершает роковую ошибку. Пока результат не ясен. Подождем решение судей. В формуле дрифт, если судьи сомневаются, гонщики выступают еще раз, пока не определится победитель. Судьи сказали повторить заезд в Филд против Стоунбека. Схватка начинается снова. Очень быстро. Да, знаю. Можно снизить давление, отключить компрессию, и это даст тебе преимущество. Не знаю. Отключить компрессию? Не уверен. Это можно сделать сейчас. Прямо сейчас. Далее. Чемпион против новичка. Двое соперников подъезжают к старту. Нервы напряжены до предела. У Мэтта Филда снова возникли проблемы в боксе. Они со Стоунбеком готовятся к схватке. Они снова идут ноздря в ноздрю. Филд лидирует и приближается к внутренней зоне. У внутренней шпильки Стоунбека не видно из-за дыма. Филд использует для разворота всю трассу. Стоунбек в него врезается, и их обоих заносит. Судьи считают, что виноват Джефф Стоунбек, и он не получает очков. Мэтту Филду дадут время починить машину перед следующей схваткой. Черт. 76 с четвертью. 6,8? 78 и 3,8. Согнулась рулевая тяга. Старик, этот хлам придется буксировать. А слайб с одной стороны. Выбирай, с какой хочешь. Давай. Вот тварь. Ты оставил ему зазор, а он в тебя врезался. Ты немного отклонился и съехал с трассы. Я видел на большом экране. Был зазор. Тебя вытолкнули. Так и было. У нас погнулась рулевая тяга, мы над этим работаем. Сколько у меня времени? Возьми молоток, Трэд. Осторожно, я же раздавлю крыло. Нет, нет, будь осторожен. Готов? Медленней, медленней. Мы должны убрать эту штуку. Только медленно. Я постараюсь, постараюсь. Давайте. Так, что ж, поехали. Затягивай ее. Филд снова будет соревноваться со Стоунбеком. Сейчас решится, кто выйдет в четвертьфинал. Около внутренней шпильки Стоунбек заезжает за трассу, а Мэтт Филд проходит четко. Четвертьфинал, брат. Четвертьфинал. Филд победил в драматичной схватке со Стоунбеком. И сегодня на состязаниях Мэтт Филд встретится в четвертьфинале с Крисом Форсбергом. Крис Сила Форсберг – легенда спорта, чемпион 2009 года. Он участвует в формуле дрифт с самого начала. Сейчас он на втором месте в общем зачете. Это серьезное испытание для парня из Калифорнии и его команды. Форсберг – чемпион прошлого года, но у Мэтта есть шанс подняться на пьедестал. Эта финальная схватка в Майами покруче битвы Давида с Голиафом. Крис Форсберг лидирует. Филд ловко выезжает из ворот. Форсберг сбрасывает давление, но занимает всю трассу. Филд в последнюю секунду закрывает зазор. Какая схватка! Мэтт Филд – точная работа! Черт, пошли огни. Сцепление готово. Все нормально? Скажи ему, что все готово. Соперники выезжают на старт. Похоже, Мэтту Филду нужна победа, как никому. Филд удерживает первенство в Майами. Форсберг знает, чтобы не отстать от Филда, ему нужно использовать всю трассу. Филд отрывается от Форсберга в самом конце. Результат не ясен. Хорошо, что я не судья. Трудно понять, кто победил. После тяжелой схватки судьи требуют повтора. План такой. Если не сработает тормоз, скажи Мэтту, чтобы сжал на дроссель. И он поедет идеально. Тогда тормоз заработает. Новая схватка между Филдом и Форсбергом. Я уверен, что Мэтт Филд и его команда гадают, выдержит ли машина эту гонку. Филд лидирует и дает Маху. Похоже, отказывает двигатель. Форсберг приближается, не давая Филду шанса оторваться. Порядок изменился. Филд догоняет. Эта гонка прекрасно демонстрирует возможности этого спорта. Чемпион против новичка. Представляю, что творится в голове Мэтта. Он думает о команде, о машине, о сопернике и как он будет расплачиваться. Соперники подъезжают к старту. Нервы напряжены до предела. Гонщики замерли. Драматичней момента не бывает. Филд едет вслед за Форсбергом. Смотрите, как близко. Чуть не столкнулись. Правильно, пробуксовка. Мэтт выбывает из гонки в Майами. Неплохой прорыв для Филда. В квалификации он был последним, а здесь финишировал на четвертом месте. Сегодня Форсберг встретится в финале с Воном Гиттином-младшим здесь, в Майами. Надо было лыжать на тормоз, как всегда, чтобы машина не вращалась. Она остановилась бы. Мотор при этом просто вращался. В следующий раз получится. Ты почти победил. Я пришлю тебе письмо со списком этого дерьма. Постарайся запомнить свои ляпы. А сейчас, думай о хорошем. Ты приз не получил, а мы получим. Да. Так что вот так. Да. Я в тебя верю. Я на тебя поставил. Спасибо. С возвращением, поклонники дрифта. В финале Вон Гиттин-младший против Криса Силы Форсберга. Форсберг лидирует. Вон Гиттин-младший поджимает. Дверь в дверь, колесо к колесу. Вот о чем мы говорили. В этом смысл формулы дрифт. Форсберг лидирует, но Гиттин-младший не отстает. Порядок изменился. Форсберг немного отстал, но догоняет Вона Гиттина-младшего. Не похоже, что Форсбергу это удастся. У него неполадки с двигателем. Вон Гиттин-младший лидирует. Это финальный заезд. Идет борьба на третьем этапе чемпионата Формула Дрифт на трассе в Майами. На третьем этапе чемпионата Формула Дрифт была безумная гонка. Несмотря на жару и влажность, это было нечто. Вон Гиттин-младший победил на третьем этапе Формулы Дрифт. Такая погода просто отстой. Но в то же время сегодня ты прославился. Холодно, но я чувствую себя охрененно. Забрежжил свет в конце тоннеля. Главное, мы сюда попали. Начинаются и заканчиваются этапы Формулы Дрифт. Гонка была трудной. Мы на четвертом месте. Не на призовом. Мы не победили и недовольны собой. Несмотря на проблемы этих дней, должен сказать, мы отличная команда. Ребята следили за машиной, держались вместе. На всех этапах. Нас побеждали. Подводили. В нас врезались. Но мы отлично провели время и начали все заново. Удастся ли Мэтту Филду побороть гремлинов и написать на машине свое имя светящейся краской? Время покажет. Присоединяйтесь к нам на следующем этапе Формулы Дрифт. В следующей серии. У нас две команды гонщиков. Одна гоняет по пустыне, другая любит дрифт. Брайан, дело в карданном вале. Гонок не будет. Продолжение следует...